Ну и в таких условиях Беларусь вынуждена адекватно реагировать. Мы поступательно внедряем в практику наших войск наиболее действенные алгоритмы противодействия. Наши военные сегодня учатся тому, что может пригодиться в случае обострения ситуации. В проекте «Диспозиция» детальный разбор. В эфире «Диспозиция» это Гагарин, поехали. В вооруженных силах Германии в 1922 году по сравнению с 1921 почти в 5 раз увеличилось количество рапортов об увольнении с военной службы. Причина – отказ от участия в возможных боевых действиях. Украина, конечно же, имеется в виду. Не дураки, все-таки немцы. Но и мы не дураки. Не хотим воевать, поэтому и обучаем армию так, чтобы у всех желание отпало идти к нам с оружием. Буквально за последние полтора года в войсках кардинально поменяли подходы к подготовке. Перезагрузка идет на основании не просто абстрактного опыта вооруженных конфликтов, а с учетом конкретных обстоятельств, с которыми при худшем варианте развития событий придется столкнуться. Тренинги по освоению новых моделей борьбы проходят непрерывно. Одно из крайних занятий с командирами подразделений прошло на Гожском полигоне. Здесь широко открыли глаза даже на самые тонкие нюансы. На этом сборе мы постарались, и основной был мотив дать все то новое, что мы сейчас видим по анализу проведения официальной военной операции. Мы сегодня понимаем, что мир стал цифровым, мир стал информационным. Кто владеет этой информацией, кто быстрее способен ее обрабатывать, принимать по ней решения, тот всегда будет военно-противоборство победителем. Все больше упор военные делают на взаимодействие различных родов войск. Отсутствие взаимопонимания у командиров умножает на ноль. Все усилия на поле боя. Слаженное действие наоборот. Тот рычаг, который позволяет решить и, казалось бы, неподъемную задачу. В современных условиях танковый батальон, как таковое, сам не воюет. Обязательно придаются подразделения мотострелковые, обязательно артиллерия. Я должен понимать, как мотострелки воют, как они будут штурмовать различные укрепрайоны, как артиллерия выполняет свои огневые задачи. На практике нам сегодня это показали, что-то для себя новое почерпнул. И в дальнейшем при проведении ротных тактических учений, различных других учений, буду это все применять. Реальность современного боя показывает, что командир любого ранга, любой категории обязан знать и уметь применять все средства и системы вооружения и подразделения в целях выполнения поставленных задач. Еще одна особенность подготовки – стремление обучить личный состав грамотно и с минимальными потерями действовать, даже когда у противника превосходящие силы. Нивелировать их позволяют инженерное заграждение, четко выстроенная система огня, высокая подвижность. Работали малые группы, где взвод в составе отделения был способен отразить атаку до рота. Достигалось тем, что военнослужащие в составе своих групп до трех человек, меняя позиции в специально оборудованном инженерном отношении окопе, черепаха так называемая, выполняли задачу по отражению нападения противника. Немаловажную роль играет связь в подразделении, поддержка беспилотными летательными аппаратами, поддержка авиации, артиллерии. Все это приводит к большому успеху. Сегодня Запад весьма гордится тем, как закупает военную технику за миллиарды долларов. А политики так и вовсе в своих речах только делают, что отражают угрозу с Востока. Но есть и любопытная тенденция последних дней. Провокацию Польши с якобы нашими вертолетами на границе пришлось по указанию сверху глушить самой же Варшаве. А обвинения о якобы пусках с территории Беларуси ракет стремительно опровергли из самого же Киева. К чему бы это? Полагаю, доходит уже до некоторых голов, что играть с огнем лучше только вербально. И то не перегибая. Субтитры создавал DimaTorzok